Компания по зачислению в первые классы школы и гимназии стартовала в области весьма активно. Об этом сегодня сообщил нашей телекомпании руководитель департамента образования и молодежной политики Александр Ширин. Только за первые три дня компании в области уже подано 3511 заявлений. Это 55% от ожидаемого числа всех будущих первоклассников. В Великом Новгороде этот показатель превышает 90%. Сейчас идет проверка документов. Для принятия решения о зачислении ребенка или об основанном отказе в этом образовательной организации отводится 7 дней. Те родители, которые подали первого числа заявление, это значит 9 числа, 7 рабочих дней, получат официальное уведомление или о зачислении, или об отказе. И вот здесь мы должны уже будем за эти дни обрабатывая данные, потому что очень много на сегодняшний день в базе данных повторов. То есть кто-то из родителей был в МФЦ, кто-то в образовательной организации, кто-то успел и в электронном виде на едином портале государственных услуг записать своего ребенка. Все эти дни наши коллеги работают, чтобы вычистить от повторяющихся заявок на запись в школу, для того, чтобы окончательно сказать, вот столько ребят у нас сегодня готовы к зачислению. Конечно же проверяется и принадлежность к тому микрорайону, который определен за данные образовательной организации, и после этого будет уже приниматься решение. По словам Александра Ширина, в школах Великого Новгорода мест в первых классах создано на 500, больше, чем прогнозируется у учеников. Этого запаса достаточно, чтобы обеспечить возможность выбора. Особый вопрос по школе номер 36 в микрорайоне Иушки. Мы хотели и объявляли это на разных собраниях, о том, что все изъявившие желания будут зачислены в 36-ю школу. Это особый случай. Сколько первых классов будет открыто в этой школе, мы тоже вместе с городским комитетом будем решать и примем окончательное решение. Подать заявление на зачисление первоклассника в нынешнем году родители могли тремя способами. Через интернет, многофункциональные центры и непосредственно в школах и гимназиях. Александр Ширин не стал уточнять конкретные причины сбоев в работе портала Госуслуг ночью 1 февраля, отметив, что разобраться в этом дело специалистов. Руководитель департамента образования особо подчеркнул, что все первоклассники обязательно будут обеспечены учебными местами.